МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже в Казахстане скайп-конференция полицейских с жителями города прошла в Шемкенте. Она стала пилотным проектом в рамках открытой работы местной полицейской службы и прозрачности принятия жалоб и предложений. Здравствуйте. Я, честно, не надеялся дозвониться, потому что пробовал с пяти часов. Первый же звонок в аккаунт Шемкент-ЖПК смутил самого звонившего. Житель Шемкента даже несколько растерялся, когда увидел на экране своего монитора руководителя местной полиции подполковника Данияр Мирхана. Но смущение прошло быстро. Вопрос Тимура Жумагулова прозвучал довольно остро. Мужчина предложил полицейским начать с себя. По улице Кужанова. И наблюдаю такую картину, как сотрудники дорожной полиции переходят дорогу в неположенном месте. То есть они паркуются на противоположной стороне облогаи. Несмотря на то, что в соне видимости есть светофор, пешеходный переход, они до него не доходят, а переходят дорогу непосредственно сразу напротив центрального входа облогаи здания. Я вас вот слышал, я вас понял. Спасибо за внимательность. Мы обязательно этот участок изучим. Мы там сделаем зербу. И сотрудники, если будут нарушать, мы будем тоже с ними разбираться. У многих из звонивших не было заготовленных вопросов, и горожане хотели убедиться, действительно ли их готовы выслушать. Часто вопросы и нарекания были об участковых инспекторах. Адреса звонивших были записаны, а стражи порядка ждет повышенное внимание со стороны руководства. Мы этот проект запустили для того, чтобы жители нашего города, а также гости нашего города, могли, не выходя из дома, обратиться к нам по видеосвязи и обратиться к жалобам, а также дать предложения по линии участковых инспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также по линии дорожной патрульной службы. Это нам даст прозрачность. Это нам еще раз, мы хотим быть открытыми для населения. Не нужно приходить сюда, не обязательно записываться на прием. Мы сейчас разработали график, этот график мы оповестим, для того, чтобы по времени, чтобы жителям было удобно к нам обращаться. У нас, значит, есть в скайпе свой адрес. Кто желает с нами общаться, он находит, через Фейсбук мы это опубликовали, он находит наш адрес и добавляет контакт. Скайп-конференцию шемкенские полицейские провели первыми в стране. Теперь она станет традиционной, а о времени ее проведения сотрудники полиции будут сообщать в социальных сетях и на сайте utrar.kz. Полиция Актобе ищет новые способы борьбы с карманниками. В городе участились случаи карманных краж. В настоящее время полицейские разыскивают 77 молодых людей, причастных к подобным преступлениям. Основным рабочим местом карманных воров являются многолюдные остановочные павильоны. Здесь с виду неприметные молодые люди подыскивают в себе потенциальную жертву, определяют уровень ее рассеянности, плотность кошелька и садятся с ней в один автобус. Дальше как карта ляжет. Либо преступник попадается на глаза очень внимательных пассажиров, избегает с облюбованной точки, либо покидает салон с добычей. Согласно статистике, пик карманных краж приходится на холодные времена года. Однако лето 2016-го стало исключением в общей картине. Сотрудники МПС не приводят конкретных данных, но говорят, что количество таких преступлений заметно увеличилось. В настоящее время в розыске числятся 77 молодых людей. Конечно, есть и такие моменты, когда сам гражданин, который находится в общественном транспорте, утеряет где-то сотовый телефон или документы, сразу обращается с заявлением о том, что у него украли. Есть моменты, когда действительно гражданин, который положил в задний карман, например, брюк или джинс, сотовый телефон, также он является объектом данного преступления, именно категория карманных краж. В том числе, в этом случае, оперативники, которые непосредственно выполняют задачи по выявлению карманных краж, ведут наблюдение за такой категорией лиц, заходят в общественный транспорт и проводят соответствующие работы. Полицейские предупреждают, октябинцам следует быть крайне осторожными в пути. Наиболее опасными зонами в этом плане считаются остановки ЦКР, Акация, САЗДА, ДСК и 8-го микрорайона. Что касается автобусов, то здесь в основном риску подвержены пассажиры 19, 1 и 15 маршрутов. В городе Балхаш подняли плату за детские сады. Увеличить счета в квитанциях обещали еще в начале года, но сделали это только сейчас. Уже в сентябре начислять стоимость будут в зависимости от возраста ребенка. А теперь давай мы есть и будем застегивать. Давай. Мама двоих детей Анастасия Федорова уже полгода ходит в детский сад. В заочную группу для родителей женщина записалась, чтобы научиться правильно заниматься с полуторагодовалой дочерью. Несколько месяцев занятий отразились и на маме, и на дочке. Мы ходили на занятия, получается, зимний-осенний период, и нам очень понравилось. И ребенок научился слушать, выполнять задания. Я научилась заниматься с ней как правильно, по времени. Пошла в детский садик, в Новый Балакай, и с первого дня у нас не было ни истерик. Все было отлично, все было замечательно. Программу «Заочный детский сад» для самых маленьких и их родителей запустили в прошлом году на базе ЕРТОСТИКА. Консультативный пункт и Центр игровой поддержки – два основных направления. В первом родители занимаются одним, во втором – в дуэте с чадами. Специалисты не учат воспитывать детей, а объясняют, как самостоятельно их развивать. Креатива, творчество и, конечно же, благодарных родителей. Увидеть результаты программы приехали областные методисты. Специалисты собрали заведующих садов и вместе с ними обсудили перспективы «Заочного детского сада». И наша задача – научить этих родителей, как правильно развивать своего ребенка, как правильно к нему подходить, отвечать на их вопросы, почему ребенок грызет ногти, почему ребенок капризничает, не садится на горшок, как отучить ребенка от соски. Мы не должны упустить тот момент, тот момент развития ребенка, когда у него головной мозг начинает работать. Проект внедрили только в шести дошкольных заведениях нашей области – в городах Садпаев, Тимиртау, Абай, Шахтинс, Жасказган и Балхаш. У нас обучили больше 20 родителей. В планах расширить заочную сеть до 11 детских садов и выйти на республику. С Петропавловски начался чемпионат Казахстана по хоккею. Новый хоккейный сезон открыли команда Петропавловска «Кулагер» и гости из Павлодара – хоккеисты из команды «Иртыш». В Петропавловске состоялось чествованием победителей Кубка Казахстана 2016 года по хоккей и шайбы наших земляков команды «Кулагер». В церемонии открытия нового сезона принял участие и Аким Североказахстанской области Ерик Султанов. Он поздравил спортсменов с их достижениями и пожелал дальнейших побед, после чего традиционно сбросил шайбу. Сегодня у нас были прекрасные праздники спорта с злой, бодростью, буржу и соперничества. Мы начинаем пилотом блестящей победы в Казахстане на наших командах «Кулагер». Сегодня все прекрасно хотели. И а команда у нас были отличные, честные, интересные, песни спортивные игры. Обаляйте я, очень хорошее впечатление. В день открытия чемпионата Республики Казахстан на льду встретились два принципиальных соперника – команда областного центра «Кулагер» и гости из города Павлодара – команда «Иртыш». Буквально с первых минут встречи спортсмены задали хороший темп игры и поочередно создавали опасные моменты у ворот. Вскоре после этого команда соперников забросила две безответных шайбы. Несмотря на все усилия подопечных Вячеслава Беллана, счет на табу остался прежним. Команды отправились в раздевалку со счетом 1-2. «Кулагер, вперед!» «Спортсмена победы и точно победы. Успехов, конечно, победы». «Мы желаем нашему любимому «Кулагеру» победы. Мы преданные болельщики, мы любим нашу команду, мы болеем за нее». «Мы на протяжении всего сезона, прошлого и сейчас, очень переживаем за нашу команду, и мы им желаем, чтобы у них было побольше шайб, побольше побед. Всего с тобой наилучшего». «Побежать и побежать, не проиграть и не ослабляться». «Кулагер, вперед, вперед!» «Я желаю нашей команде успехов, всего самого наилучшего и хочу, чтобы они очень-очень победили». «Это самое дело. Есть сострой, есть желание. Так что пожелаем им победы». После перерыва наши хоккеисты продолжили штурм ворота оппонента. Создавались опасные моменты, но реализовать их не удавалось. За нарушение правил игрок команды «Ртыш» был отстранен от игры на несколько минут. За это время нашей команде не удалось сравнять счет. А гости, в свою очередь, воспользовались ошибкой в обороне и забили еще один гол. Игра закончилась со счетом 1-3 в пользу повладарцев. «Ну, знаете, все давно уже заждались нового сезона. Хотели, конечно, преподнести праздник. Наверное, все переволновались. Было классное открытие, красивое открытие. Наверное, действительно, чуть-чуть присутствовало волнение, поэтому не получилось сегодня порадовать наших болельщиков. Много на тренировках работаем над сочетаниями. Наверное, единственное звено, которое не претерпело изменения, это, наверное, стартовый состав. А остальные звенья постоянно тусуются. И ребята, видно, что где-то есть небольшие недочеты. Но мы на каждой тренировке стараемся работать и стараемся друг к другу притираться». Стоит отметить, что за время каникул в команде «Кулагер» произошли кадровые изменения. Состав покинули пять хоккеистов, а на смену им пришли молодые спортсмены. Ответная встреча состоится уже сегодня. Как заверяет капитан команды «Кулагер», они приложат все усилия, чтобы порадовать своих болельщиков уверенной победой.